Причину я скажу, почему я это делаю. Я служил, так, 32 года назад, ну, наверное, 32, нет, 34 года назад в Украине, где с Волыни недалеко, у меня в части был майор Гулевич, белорус. Мы были там три литовца, и это был 1998 год. Уже начались все движения, все это. Ну, я вот об этом майоре помню об очень хорошем честном человеке. У меня память осталась, и мы говорили о этих проблемах белорусов там, и литовцев там мужика было. Начинали понимание, мы находили общее там, вот. Ну, все, хорошие воспоминания, ну, о этом человеке. Что, кстати, вот что интересно, он был майор, ну, в те времена в советском армии было распространены маты, а у него ни одного мата я не слышал. Ну, он был и культурный, и, ну, и образованный, хорошо, хороший майор. И вот в память его я, ну, я изложу проблемы, которые... Я извиняюсь, Йонас, он был украинец или... Белорус, я говорю. Белорус. Белорус, из Минска. Я фамилию только помню, майор Гулевич, имя уже не помню. Так, вот в память его я расскажу, какие проблемы, наверное, будут и у белорусов. Ну, как говорит, свобода это испытание для народа. Свобода показывает, этот народ имеет право существовать или он должен растаять среди других народов. Ну, а как пример, Малая Литва, если даже и этого Второй мировой войны бы не было, как я просчитал Еву Симоноидите, она бы растаяла среди немцев. Ну, просто анемечилась раньше или позже, но это уже был, наверное, невратимый процесс. И это тоже для каждого народа. Свобода это испытание. И испытание появляется проблемой, которые, наверное, избежать невозможно, о которой я здесь расскажу. Но надо, чтобы они были не максимальные, а были минимальные. А если они, чтобы они были минимальные, это тоже зависит от самого народа. Если они будут минимальные, народы не растворятся среди других народов. Но если они будут максимальные, появятся большие проблемы. Здесь, в Литве, в этих проблемах как-то все власти стараются иногда говорят, иногда стараются избежать. А в некоторых вообще не говорят, понимаете. Но вот я не знаю, я собрал или все, не все, но думаю, часть этих проблем собрал. И здесь я по номерам составил, вот здесь я имею бумагу. И каждый мы можем, ну, по номерам и начнем. То есть вы хотите нам это рассказать на примере, которые проблемы были в Литовской Республике. Правильно я вас понимаю? В Республике это у народа, у населения, у государства. Ну, это внутренние проблемы, которые проявляются, ну, просто которые проявляются на свободе. Но я говорю, свобода это испытание для народа. И вот здесь эти проблемы проявляются. И если народ не может их решить, этот народ растворяется среди других культур, теряется и исчезает. А если он решает, он остается. Ну, вот я так думаю. Ну, может я неправильно думаю, но я их собрал. И здесь по статистике у меня есть, по пунктам, каждый на статистику опираюсь тоже. Я не так собрал. И здесь всего 14-13 есть пунктов. И я хотел бы их рассказать. Да, пожалуйста. Ну, вот первый пункт, наверное, и ты знаешь, и Рыгор, наверное, это знает, проблему Литвы. Это демография. Знаете, да? В 1990-1990 году в Литве жило 3 миллиона 700 тысяч жителей. На сей году живет 2 миллиона 800. Общие потери где-то 900 тысяч. Ну, я немножко их где-то около 25%. Ну, я их шире о них расскажу. 100 тысяч, это первое, это, которые уехали в 1993-1994 годах, это советские солдаты и семьи офицеров. Это можно не считать. Так 100 тысяч можно сразу отбросить. 100-150 тысяч где-то этой потери, это из-за низкой разождаемости. И где-то 500-600 тысяч это эмиграция. И основная эмиграция это самая лучшая молодежь. Ну, молодежь в основном. Ну, лучшая молодежь. И теперь эта эмиграция была минусовая почти все годы от 1990-го года. Только последние 2 года она уже составляет, сколько приезжает, сколько уезжает литовцев. Это стабилизировалось. У нас в Литве есть яма где-то полмиллиона или 600 тысяч человек. Например, в Шауляи. В 90-е годы в Шауляи жило 145 тысяч, теперь живет 100 тысяч людей. Ну, Шауляи это уже провинция, это город пенсионеров. В Литве где-то молодежь еще существует. В основном это Вильнюс, Каунас, Квайпеда. Это экономически развитые города и это больше. Там где-то еще молодежь есть. А вот все остальные уже провинции, это в основном старые, средние люди и пенсионеры. Вот только в последние годы в Шауляи где-то приехало 4 тысячи украинцев. Ну, это немножко оживило город. Это помогло. И еще для украинцев у нас уже в городе самом есть 3 или 4 закрытые литовские школы. Ну, одну школу отдали. Сегодня, в этом году украинцы будут иметь в Шауляи свою школу. Так вот, как это думает государство? Сначала, где-то 10 лет назад государство думало как-то возвратить ту молодежь, ну, половина, может, 200-300 тысяч, которые уехали, чтобы и возвратились одни в Литву. Там министры ехали в Англию, но что-то у них не получилось. И теперь цель найти эту молодежь где-нибудь в другом месте. Ну, самое близкое это Беларусь и Украина. А где еще? Ну, наверное, проблема в том, что украинство приехало теперь в Литву. Последние годы это уже плюсовое было с приездом украинцев. Начало увеличиться население. Где-то 90 тысяч, а белорусов 160 тысяч. Но, чтобы затыкать эту яму, где есть полмиллиона или 600 тысяч где-то, и украинцев, и белорусов не хватит. И Габриэлиус Лансбергис, и другие там министры, и когда были во власти зеленые, это зеленые и крестьяне это в партии, обратились внимание в Индию. Пять или шесть лет они просили, чтобы Индия открыла амбасаду. Индия отказывалась. Потом говорит, в Варшаве есть амбасада наша, и здесь разбирайтесь. Но в этом году они просили, просили и выпросили. Даже министр зарубежных дел поехал в Индию и открыли. Ну, наверное, будут решать эту проблему с перевезением других людей. Уже некогда решать эту проблему. Теперь вот я сделаю обозрение других стран вокруг. Латвия, Эстония, Польша. Что интересно, такие же демографические проблемы эмиграции тоже в Латвии. А вот эстонцы, как-то эти проблемы, у них не такая большая эмиграция. Как-то они решили лучше. Лучше решили и поляки. Эмиграция где-то у них, ну, потеря молодежи, там где-то, ну, молодых в основном людей 5%. А у Литвии получилось 20% и Латвии 20%. Ну, вот мы, балдские страны, как-то, ну, что-то, не только, наверное, экономические проблемы выгнало столько молодежи. Вот, которые пункты будут дальше, наверное, и эти проблемы повлияли, что Литву столько оставило молодежи. Ну, теперь, сколько уезжают, столько приезжают, ну, как-то лучше, но дыра так и осталась. А вот по-вашему, почему так получилось? Ну, первая проблема, это экономическая. Но я думаю, не только экономическая. И следующая эта проблема, как вот вторая, которую я буду выдвигать, это отчуждение. Отчуждение и жадность. Я, по-моему, и наши предприниматели, бизнесмены эти национальные, очень были такие, ну, жадные. Не хотели уже платить этим хорошие заработки. А теперь, когда уже приходится, уже теперь поднимать заработки, теперь уже по-другому мнению. Ну, как бы, вот было в 1988 год. Мы сели в Твиле, так думали, ну, сделаем независимость и будем жить, как братья и сестры. А в 1992 год началась прихватизация, а когда началась прихватизация, кто-то успел прихватизировать себя больше, кто-то меньше. Началось разделение общности на богатых и бедных, и эти богатые стали как-то позабывать свое. Я знал одного патриота такого, который очень был в советские времена большой патриот. А когда он стал здесь, в независимой листве, большим бизнесменом, вот его слова я слышал. Говорит, а, не будет литовцев, завезем украинцев. Не будет украинцев, завезем еще кого-то другое. А он был такой патриот, что когда мы со школой делали экскурсии в советское военное подразделение, экскурсию школьную делали, он пришел одетый не по форме, из полковников чуть не подрался. Ну, смелый был. Ну, деньги сделали другое. Так вот, это первая проблема. И власти, которые теперь вот консерваторы, они либеральные, ну, как они думают решать эту проблему? Еще вот одна проблема. Последние 7 лет очень начала падать рождаемость. Если в 1990-1990 году рождаемость была каждый год 60 тысяч, это уже плюсовая была рождаемость, то когда 40 тысяч уже нулевая, население увеличивается, а 30 тысяч уже понемножку падает. То вот уже в 2015-м было 30 тысяч рождаемость. И вот с 1215-го года очень начала падать рождаемость. Хотя эмиграция стабилизировалась уже последние годы, но рождаемость очень падает. Уже в этом году только будут рождаться 20 тысяч детей родилось, которые рождаются в этом году. И так значит, в 90-й год 60 тысяч, а теперь 20. Теперь уже по рождаемости идем в минусе. А проблема в том, если вот на Западе, вот говорят власть, а вот на Западе, там тоже минусовое рождаемость, да, минусовое, но такого оттока эмиграции населения не было. Так что вот теперь получается, рождаемость падает, и просто уже некому рожать детей. Вот еще какая проблема получается. И если, ну, некоторые власти думают, что вот из, может возвращаться будут литовцы из Англии, из других стран. Ну вот и когда началась в Украине война, вот я знал одну семью, она уже присмотрелась уже дом купить в Литве, пока началась война из Украины, она отказалась возвращаться из Айрии. Ну я еще вот что заметил, кто хорошо зацепляется за рубежом литовской молодые семьи, они в основном не возвращаются. Вот я сколько знакомых вижу, которые возвращаются, это потерявшие здоровье. Вот моя двоюродная сестра, она в Америке потеряла здоровье с мужем. Ну, за здоровьем плохо в ней. Дети остались, сын остался семьей в Америке, они возвратились. Вот другой, у другого там, из Израиля, распала семья, он временно возвратился, а потом, когда здесь в Украине, опять, ну, это упек. Ну, говорят, и возвращаются те, которые там достигли, что-то на Западе. Ну, таких-то, наверное, есть, но я, например, не знаю, но их мало. Так вот, проблема номер один, демография. И это яма, вот, надо как-то запекнуть. И вот власти стараются, теперь они стараются, наверное, будут, ну, привозить людей из Индии. Потому что, что-то пообещали индийскому правительству, чтобы индийское правительство открывало амбассаду. А литовская амбассада уже семь лет в Индии находится, а Индия семь лет не открывала амбассаду. Ну, я так думаю. Так вот, первая, это самая большая проблема литовского, ну, так сказать, от народа. И латыши. Я, я вот, пока мы перейдем, пока мы перейдем к другому своему пункту, я отметил немножко вот то, что вы говорили. И вот я тоже хочу сказать, как вы сказали, прихватизация, ну, приватизация, прихватизация, то в 90-х... Да, ну, прихватизация, прихватизация. Прихватизация. Так вот, понимаете, когда-то в 90-х, я как искренне скажу свое мнение, когда-то в 90-х годах случилось, люди многие были советские, неграмотные. А, конечно, кто был при власти, бывшие коммунисты перешли, уже стали занимать должности в новом правительстве, уже независимом. Они все там, законы делали, они все это знали, и, конечно, все они это приватизировали. Это, наверное, так случилось и в России, и в Украине. То же самое, наверное. Совершенно верно. Ну, понимаете, но то же самое происходило в Эстонии, то же самое и в Польше происходило, но эмиграция такой большой в Эстонии и Польше, условия, кажется, были похожие, но эмиграции такой большой в этих странах не было. Происходило основное. Вот это проблема. Я вас понимаю, насчет эмиграции. Дело в том, вы знаете, я сам уехал в 2004 году с Литвы, и поэтому я вам могу точно сказать, дело в том, что в 2004 году, когда Литва вступила в Евросоюз, и эти границы открылись, очень была большая разница, большой был перепад, понимаете? То есть в четыре раза больше. Если, допустим, работая в Англии на простой фабрике на заводе, человек мог отложить две месячные литовские зарплаты. Это уже минус кушать, минус все. Понимаете, это большая была разница. Почему в других восточных странах Европы, например, Польши, тоже была разница большая? В Эстонии тоже была разница? Но видно, не такая. Видно, не такая была разница. Польша всегда лучше жила. Когда Советский Союз был, в те времена в Польше лучше люди жили. Но вы, по-русски, возьмите во внимание, что Польша, во-первых, по территории намного больше страна. Это такая более как бы емкая экономика. Она региональная очень, Польша. Там, во-первых, все равно миллион поляков уехало на заработки в Германию. Миллион. Их 40 миллионов. Но их 40 миллионов, да. И потом в Польше у них очень большая дифференциация региональная. То есть, особенно западные регионы, которые граничат с Германией, Силезия, вот эти регионы, они стали более динамично развиваться. И там Гданьск, вот такие успешные регионы. И там люди, в принципе, там не было такого большого оттока. Как правило, уезжали из вот таких вот регионов, как, например, Лодь. Лодь – это была огромная промзона. Там были вот эти вот всякие суконные производства. Оттуда люди уезжали. Потом уезжали люди из южных воеводств, где закрывались шахты. Или они, например, уезжали работать шахтерами в ту же Канаду, где там платили намного больше денег. Или в Австралию. То есть поляки очень мобильные. Но просто их и больше. Это просто не сравнить, если там 3,5 миллионов литовцев и 40, почти миллионов поляков. Я говорю процентом отношения. Поляков уехало где-то 5%. Литовцев уехало где-то 20%. Все-таки разница есть. Конечно. Мы понимаем, а значит, что-то в Литве плохо сделали, неправильный шаг сделали. Да, но вот вопрос действительно, почему эстонцам получилось. Потому что эстонцы вообще миниатюрная страна. Вообще это полтора миллиона населения всего. Во всей Эстонии. Но они вот сумели, они сумели сделать из себя такой вот как бы хаб, такой вот какой-то вот мост между Западной Европой, особенно Скандинавией и Россией. Они очень, очень много перевалывали российских инвестиций на Запад. Через них шло как транзитом. Потом они очень, очень быстро, очень рано вышли на дигитализацию. То есть там действительно все-таки, наверное, правительство местное и местные как бы больше думали, наверное, лучше ориентировались. Образований, наверное, были. Я не знаю. Но их успех, их успех, это не просто стечение обстоятельств. Но мы здесь стараемся все обосновать экономическими проблемами. Ну, я думаю, что это не только экономические проблемы. Вот в чем проблема. Ну, наверное. Мы... Но второе причину, которую я обосновал, ну, это не экономическое. Но я вот тоже с примером расскажу. Это отчуждение и жажданность общества вообще, которая вот проявилась в нас в Литве. Например, я вот живу в Шавляе в пригороде. Нету доверия к соседям. Не к роднению можешь доверять. Редко кто может доверять. Не к другу. Друга то трудно найти. И вот я вот здесь один пример дам. где-то 15 лет назад здесь, недалеко от меня, жил два старые люди. Ну, старушка и старик такой. У него был, у них был сын в Вильнюсе, он далеко там, редко он приезжал. И вот заболела у него старушка. старушка у него заболела, он ее там присматривал и она умерла. И у него получился такой, ну, большой стресс, понимаете. Умер человек, нету. И сразу были рядом соседи. Эти соседи были рядом, их дом и этот огород около дома сходились эти две, два огорода, понимаете. Сходились, были. Ну, рядом. Соседние. И они начали, соседние были, начали его, ему побогать, по-разному, его там, ну, как, как тебе сказать по-русски, ну, что-то помогать, что-ли, и ему дальше договаривать. Продай нам это свой домик и свой этот огородик, а сам поезжай в дом престарелых, тебе нечего здесь жить, продай по-дешевке. И они как-то с сыном договорились, пусть он уезжает. И он это продал, он был в стрессе, он подумал, эти соседи хорошие люди, так хорошо хочет, и он уехал. Через полгода он очухался, боже мой, я продал за-дешевку и уехал в дом престарелых, самый плохой дом престарелых, почему я так сделал, а эти соседи, а, все, ты, все, ты, ну, просто дурак. тоже ради это соседи атеисты и очень так вот любят русский мир такой, ну, вот такая жадность. Это один пример. Вот другой пример породнее. Тоже очень жесткий пример. Да, что, что интересно, некоторые соседи говорят, о, какие они крутые. Да, какая здесь крутость. Воспользовались несчастьем старика и с ним разделались. Так вот, это отчуждение, такие вот вещи среди литовцев очень поплыли. Я не знаю, как среди других народов, но я среди это много заметил. Вот второй. Это рассказы, настоящие рассказы, я рассказываю. Моя мать имела двоюродную сестру и двоюродного брата. Они жили в Малецком районе, там, бальникой. И жил двоюродный брат и двоюродная сестра. Там, как брат и сестра жили. Брат был нормальный человек, а у сестры было какое-то немножко небольшое психологическое отклонение. Она в молодости влюбилась какого-то парня, этот он не взял ее в жены, и она немножко, ну, такое отклонение получилось. Но они жили нормально, дожили до пенсии, все кажется хорошо. Он рядом со старым домиком построил новый дом, построил новый дом и сказал, построил дом, кто нас в старости будет присматривать, я оставлю дом и всю эту землю недалеко от озера. Там красивые места в Молесском районе. И что, неожиданно, один раз брат умер. И взялись присматривать за эту сестру дети другой еще сестры, ну, как это сказать, еще была одна сестра, которая имела детей. И эти дети уже были взрослые и взяли с присматривания. племянники, да, Ну, племянник. И вот что они сделали. Они сразу ее с полицией заставили ехать к психологу, к врачам, чтобы получить за присмотр эту выплату. Понимаете? Не только выплату. Они там у врачей сделали так, чтобы эта тетя даже не получила пенсию. Они все забрали. Да. И все забрали. То есть лишили дееспособности, наверное. Да, да. Ну, хотя она была немножко психологически, но она могла сходить в магазин и купить себе. Я не оставлю. И один раз в неделю только привозили там немножко пищи. Давали там и все. В новый дом ее не пускали. Оставили жить в старом там с дырявой крышей дом. Она прожила где-то два года и умерла. И когда она умерла, этой деревне люди Бальникой так и не знали, когда она умерла. Только увидели, что у нее выкопали выкопанная яма, где был похоронен брат, и что-то было выкопано. И узнали, что ее похоронили без никаких, без этого ужина. Знаете, как после смерти ужина? Без обряда, без поминок. Без обряда, без ничего. Как без поминок. В яму бросили все, имущество забрали. И что интересно, от этой проблемы знал и староста, знал и этот священник этого костела, знали и люди, и все молчали. Вот такие две проблемы, которые вот это имущественные отношения в Литве очень жесткие. Между родной, между соседями. Да, здесь я могу еще кучу рассказать. Люди даются даже из-за несколько сантиметров земли. Ну да, вот такие проблемы. Я понял вас. Знаете, Йонас, это уже, как говорится, личная такая вещь, индивидуальная, каждый человек индивидуальный, есть хорошие, есть плохие, я не имею права кого-то обсуждать. Но вот я на счет бизнесменов это сказать. Но оно тоже, Валерий, сыграет роль насколько это массовое явление, если это действительно. я понимаю вас. Это да. Зависимо от региона еще есть более развитый регион, где лучше люди живут, где лучше живут, там может и проще, где тяжелее жить, а не более. Потому что, например, в моей родне, вот у моей старшей тетки, покойной, была похожая ситуация, у нее было трое детей, двое разъехались, младшая дочь осталась с ней жить, и когда она оказалась на пенсии, то у них тоже получалось так, что у них было два дома, то есть в деревне два двора, напротив, улица и напротив, старый двор и новый двор. Так вот, моя тетка жила на старом дворе, в старом доме, уже дочь с мужем, там, семьей, как бы в новом. Ну, пока она была сама, как бы все смогла, так как бы как-то было ничего. А потом, когда человек старше, то вот такая была похожая ситуация, что пенсию отдавала им, а они там как попало, как пришлось, там ей там что купили, не купили, там убрали, помогли, вот, это же родная мать, можно сказать, или там у нее тетка была по отцу, тоже одинокая, вот, она детей не имела, то же самое, да, что она там ей помогала, не помогала, я однажды приехал со своей дворной сестрой, мы пошли ее проведать, так ужас просто, я просто диву давался, насколько, ты же, ты же, ты же, ты же, ты же пенсию получаешь, что ты как, посмотри, как ты, что она там не прибрана, она там, что-то там себе варила какую-то жуть, ну, просто полуслепая, ужас, вот это, вот это действительно, вот все, как бы в деревнях, в местечках, вот это вот, имущественные, вот эти вот всякие, и она, она и там этот дом себе забрала, забрала, переписала, продала, потом и тут она тоже что-то, короче, ну, и все равно денег мало человеку, понимаете, вот она. Это, тут таких случаев много, он каждый индивидуальный, я просто хотел еще сказать, ее у нас говорили, что бизнесмены плохие, вот, жадные, вы знаете. я все говорю, но есть такие. Есть, конечно, если это тоже, любой бизнесмен, он человек, вы знаете, бизнесмен от условий, если для бизнеса хорошие условия, то и бизнесмен будет очень нежадный, и стараться, потому что это его бизнес, если есть нормальная конкуренция. еще есть такое дело, не надо путать, есть бизнесмены, которые делают бизнес своей головой и своими способностями, своим трудом, а есть бизнесмены, которые делают бизнес, потому что у них есть связи, понимаете, и пользуясь связями, как бы не имея конкурентов, то есть его крыша, это полиция, это его крыша, это разные вещи. Да, Валериус, это так, но просто, но просто есть простая человеческая жадность, вот, ее никто не отменял, к сожалению. И она хочет сказать, что в Литве ее очень много, я правильно понимаю? Я не знаю, но факт она есть. Я еще могу, кучу случаев, вот этот старик, который я рассказывал, он жил в городе, здесь в Шауляи, не в деревне, воюрная сестра, да, в деревне жила, а здесь в городе был, в Шауляи, тоже такое случилось, понимаете? И я здесь, вот здесь вот, я живу в пригороде, в Шауляи, здесь за каждый сантиметр друг у друга вызывают эту земледельскую, эту земледельную, из Эволгиби, земледельную, и еще друг у друга сантиметров, так, два, три сантиметра, и идут бои за это. Понимаете? В этой улице. Ну, вы знаете, в другой улице тоже идут бои. Вы знаете, века прошли, но ничего не поменялось под небом. Потому что, если вот сейчас открыть метричные книги, метрики в АКЛ, и вытаскивать оттуда судебные листы, там вот, тяжев о земле, о родовых имениях, о вотчинах, вот там все очень похоже. Там такие же были случаи в 16 веке, когда там в семью пришла новая жена, а дети, потом ее муж умер, а дети от первого брака стали с ней судиться, там ее выселять, и, короче, вот очень этот фалклор. Вот вы ее нас... Ну, я... Хорошо, можно я? Ну, если... Поймите, вот теперь вот молодежь литовцев есть уехавшая в Англию. Ну, поймите, если здесь была вот эта человечность, эта, как это сказать, общинность людей в очень хорошей ситуации, то, наверное, побольше возвращались. Не только из-за материальных вещей, но когда ты... Есть вот такая литовская поэма «Эгле Жальчука Роленя», помните? Да, что-то слышал, да. А, помни, когда она возвратилась из-за своими детьми, что случилось? Конечно. Я уже не помню. Я давно эту сказку слышал, но очень давно. Да, 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 вот что случилось? Там, что этот муж ее был уж, и чтобы, если она хочет возвратиться, то эти... ее родня убила его... ее мужа, а она закляла, чтобы его дети стали деревней, и она обратно в родину не возвратилась. Но это рассказ такой есть. Это языческих временах. Кстати, если я заговорил о языческих, литовское язычество, ну, наверное, и другие язычества, они были жесткие очень. Я сколько слышал, если, когда водилодка стояла у огни, и это огонь загасало, при новом зажигании огни ее сжигали заживо. Так, не все так романтично было, как, ну, старается выглядеть. Ну, так люди верили, что эти стихи, что они не милосердные, что их надо, наоборот, как бы удабривать, чтобы они были милосердные к людям. Поэтому, понятно. Но, понимаете, Ионус, дело в том, что во время вот этого существования советского режима, с тем, что, как бы, особенно вот там в Литве, в Латвии, может, в Эстонии, в определенной мере, люди, конечно, помнили, что вот была когда-то независимость. Были эти 20 лет, и это воспринималось как золотой век. Вот как что-то, что было очень ценное, была свобода, люди жили в достатке, все такое. Но, дело в том, что это уже помнили, как бы, через призму определенных десятилетий, которые прошли. И многое на расстоянии, они были моложе тогда, эти люди, вот, многое на расстоянии времени потом воспринимаются уже таким вот, ну, как бы, как вам сказать, идеализированным. А вот эта вот советская действительность, она уравнивала всех. Все практически жили приблизительно одинаково, в одинаковом достатке, имели какой-то средний доход, да, там могли там себе что-то позволить, каждый имел какую-то там квартиру, дом, какую-то машину, там могли ездить. Я вас поправлю, Регор, все жили в советское время, все жили, визуально все жили одинаково. Ну пусть, но все равно, такого, такого, такого прямо уже жуткого расслоения не было. Расслоения не было, я согласен. Были партия после... Я помню, я помню, я ездил к своей двоюродной сестре. Я за водой пойду немножко. Я вот ездил к своей двоюродной сестре, когда она вышла замуж под Кобрин, да, это юго-западная Беларусь. Там, там в деревне, два километра от Кобрина, это уже можно сказать, что почти пригород. Там у каждого во дворе стояло по одной, по две машины, а это были просто колхозники, да, вот просто колхозники, но они пахали, у них там были свои эти сотки, они там свиней держали, продавали, там люди работали, будь здоров. но тем не менее, все равно, вот особенно, мне кажется, что вот для Литвы это характерно, что общество, вот в связи с тем, что вот все равно был такой тайный протест, такой вот этот вот скрытый протест против этого советизма, и все были приблизительно как бы равны, и думали, что вот мы только вот обретем обратно независимость, когда уже к концу 80-х годов уже шло дело, да, когда уже началась эта перестройка, то люди, опять же, себе наидеализировали вот это светлое будущее, вот мы только вырвемся, вот мы сбросим эту зависимость, да, и мы будем жить прекрасно, и все будет хорошо, то есть, опять же, опять же, случился, ну, это не первый раз, когда люди немножко как бы вошли в самообман, потому что, конечно, для того, чтобы перейти в капитализм, да, вот как бы в иную социально-политическую формацию какого-то цивилизованного характера, вот скажем так, как в Скандинавии, да, там или как, не знаю, какие там еще есть такие примеры вот такого капитализма с человеческим лицом, да, для этого надо очень просвещенная элита, чтобы была, да, которая не будет красть, которая не будет рваться к власти, чтобы не напаковать себе чемоданы, а потом пусть у нас хоть потоп. Я здесь, здесь надо нужно делать не на какие-то моральные качества человека уповать, а здесь надо делать вовремя нужные реформы. Нет, это правда, да, вы правы, реформы реформами, но этику никто не отменял, и пока люди не будут, не будут себя вести этично, да, то есть, понимаете, нет, нету абсолютно совершенных законов, их нету, все законы имеют какие-то дыры, лазейки, потому что, во-первых, их все равно делают люди, и делают люди под себя, под те, кто об этих законах голосует, иногда оставляют, оставляют эти дыры совершенно заменамеренно, преднамеренно, потому что он знает, что им можно воспользоваться, а большинство народа об этом не знает, не сведущие, люди ведь, опять же, думали, что мы придем к свободе, и вот мы наконец-то будем иметь власть, которая будет о нас думать, да, а та власть совершенно, она на словах скажет так, но это, но это, но это проходили практически все. Это рекорд нюансы, ну, нюансы нюансами, нюансы нюансами, но понимаете, что, например, например, вот если представьте, вот та же самая Норвегия, Норвегия, 5 миллионов всего лишь, 5 миллионов, они до 60-х годов были практически нищей страной, которая жила с ловлей макрелей, с кумброй, все, больше ничем у них, сельское хозяйство было скудное, они жили исключительно из этого, и почему эти варяги в средние века пошли по белому свету, им жрать нечего было, извините за выражение, в той Норвегии. Но подождите, я вот договорю, я вот договорю, они, когда открыли вот эти огромные месторождения нефти и газа на шельфе, они все-таки, не знаю, как они это смогли сделать, но настолько они разумно и мудро распорядились этим благосостоянием на благо всего своего народа, они сделали фонд, куда вот эти вот от продажи этих огромные потекли деньги в страну, и посмотрите, где Норвегия сейчас, я думаю, что там тоже есть какая-то коррупция, но все-таки вот этот вот элемент культуры, да, вот который, наверное, они у себя воспитали в течение веков, вот эта вот этичность в отношении к управлению страной, что все-таки это всенародное богатство, это невозможно это взять и приватизировать, у них высокие налоги, но у них и наименьшая коррупция, у них вот раскрадание государственных средств все равно находится на минимальном каком-то уровне по сравнению с остальными странами, или там Швеция та же самая, или Финляндия. Ну, мы понимаем, мы поняли смысл, то есть мы должны подытожить проще, что, конечно, не существует страны с нулевым процентом коррупции, всегда хоть 0,01, но всегда есть, пока есть деньги, есть коррупция, есть, как устроена экономическая модель, вот такой будет уровень коррупции. Да, да, но понимаете, еще проблема... А морально это уже другой институт, как говорится. Но тут все как бы в комплексе, но проблема еще Литвы в том, что Литва достаточно маленькая компактная страна. И как бы, ну, я не знаю, но нету пока что у Литвы каких-то вот сравнительных преимуществ перед остальными странами в регионе, для того, чтобы вот была какой-то, вот как у Норвегии, у Норвегии вот этот газ нефти на шельфе, да, вот у них вот это... Но есть страны, которые без ресурсов очень хорошо живут. Ну, да, есть, например, пример Ирландии, которая абсолютно тоже была голая, нищая, да, там миллионы убегали от голода, и мне нечего было... Ну, сейчас не схема нашего разговора, Легор, каждую страну обсуждать, что там и как. Что вы хотели, Йонас, сказать еще? Я хотел сказать, эта проблема вторая зависит не только от власти, но и от самого народа. То есть, вы хотели сказать, что в Литве плохой народ, или... Если народы, вот эти люди, которые здесь это делали, я рассказываю, они были не из власти, они были и тоже бедные, но жадные. Да. Так вот... Да, я согласен, что это в народе, потому что я говорю, что вот такие черты, я могу подтвердить, что они есть и в Беларуси. Вот тоже вот таких историй можно привести, хотя в Беларуси нет демократического режима, да, все равно, и все равно люди, как бы вот их, вот они вот живут такими вот этими своими обыденными какими-то проблемами, делами, и вот делают такие дела точно так же. Так вот, перейдем к третьему. Третье, я что задумал, что это в Литве самая большая проблема, теперь уже меньше, но сначала это самоубийство. 25 лет Литва занимала в Европе первое, второе место по суициду. По суициду. И я подумал, в чем эти причины? Ну, одна из причин это пьянство, да, но не только пьянство. Проблема была, знаете, что, как выяснилось, здесь психологи выясняли, Литва, когда была в Советском Союзе, стояла в экономическом, ну, развитии в Советском Союзе, первое, второе место занимала. Да. Да, и понимаете, и когда она попала в Европу, она занимала самые последние лета. И знаете, какой удар психологически по эгос, это большой был удар. Из-за этого тоже, наверное, много самоубийств было. И, например, вот я знаю, помню, из моей школы того же года рождения, он окончил школу, стал предпринимателем, взял в долг и в банке там какую-то сумму денег, началась экономический кризис, он даже на 10 лет, когда была встреча, пришел нормально, женой, все хорошо, нормально, не пьюще, а через год он повесился. А почему? Потому что кризис, и никто его не поддержал, а его друг такой из его класса был священник. так этот священник, когда сказал, встретил, наверное, не только не поделит, но как-то он как он его все говорил, что он как это слишком слабак, все другое, что он повесился, что он был очень как это шляпинтас, как это? слабохарактерный. Нет, нет, шляпинтас, Валерий, как по-русски шляпинтас? Не знаю даже шляпинтас, а кто кто скидл сзодисгал? Ну, когда родители очень свое все дает, все разбалованный, 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 но он не был разбалованный, но понимаешь, этот священник говорит, так вот, в чем проблема, у этого друга сразу видно, что не было сострадания своему другу, что он повесился. Он сам священник, он говорит, что он очень силен, да он слабак тоже. Ну, и второе, это отчуждение, наверное. Я так думаю, мало друг другу помогает. Я вот своей улице знаю три самоубийства, из родни еще одно самоубийство, а это вот пятое, а еще недавно еще наши улицы шестое. Так вот, среди знакомых я знаю через эти 30 лет шесть самоубийств. Ну, два из-за имущества, два, наверное, из-за пьянки, но эта волна самоубийств Литву очень заплеснула. Хотя литовский народ так не очень намного пьюще, но теперь, кажется, первое-торое место не занимает последние 3-4 года, но 25 лет занимало первое-торое место. Это было очень плохая вещь. Да, я про это какие-то статистики тоже видел. склонность к самоубийствам очень высокая именно в Литве, Латвии тоже. Что интересно, основном мужчины. женщины где-то 15% составляли, но мужчины это, ну как, наверное, еще упреки. Когда начался экономический кризис, переход от социализма к капитализму, может, и это упреки еще некоторым. Да, где я на заводе работал, там был слесарь, да, слесарь повесился. Да, вот, так много. Да, вот, это третья причина. Четвертая, как я думаю, это уже поздняя причина, когда Литва вступила в НАТО, ну, все как-то успокоились, теперь будет вечный мир, все будет хорошо, в армию отказали где-то, и не надо врать, армию будем иметь небольшую, профессиональную, а молодежь будем воспитать либерально. Если что, нас защитит НАТО. А больше ничего не думаем, все живем хорошо, все будет хорошо, все будет отлично, ну, либерально выступали. И когда началась первая 2014, это маленькая война уже в Донбассе, эта война. Да, да, это аннексия Крыма. Да, аннексия Крыма, уже все задумались, как-то так, а мы думали, что 21 век, век мира, молодежи в армию не берут, молодых людей, уже около 10 лет не берут, не надо это, мы будем жить в мире, все хорошо, и воспитаем либерально, а либеральный человек так думает, есть профессиональная армия, им платят деньги, пусть они защищают родину, большинство, я не говорю, есть patriотические молодежи, ну, не так уж много, здесь была статистика, только 17% литовцев будут защищать Литву оружием, вот такая статистика. вопрос был такой? Да, был, 17%, молодежь либеральная, а либеральная молодежь, там мне лучше, там где, где больше платят, ну, вы пытались, я бы знаете, я не совсем с вами согласен, но это ваше мнение, я не могу с вами спорить. Ну, это вопрос, это вопрос говорили патриоты, которые, это да, я не взял это. Но это, но это, но это вон на Украине такая же ситуация, когда чуть ли не там на границах ловят, много, многие же тоже убегают специально, там нелегально уходили через границу, лишь бы только не попасть в армию сейчас. Ну, это такая же ситуация, а то тут война, и молодежь, и молодежь, конечно, там бездневного возраста, да, вон тут в Праге, я же их вижу, тут же ходит полно украинской молодежи, ну, не знаю, может тысячи, если так со всей Праги насчитать, конечно, вот, много ходит, именно таких подруг, уже, ну, как, 18-20 лет на вид, да, то есть, конечно, это дети, да, но я не представляю, как бы они, что бы на этом фронте они делали, это же все равно это детвора, вот, что их там подготовят, это, но, as a matter of fact, как сам факт, это так, да. Ну, война страшная вещь, и такое, наверное, было во всех. Ну, понимаете, ну, нашу молодежь, вот, последние 20 лет готовили, если Литва находилась, место в Новой Зеландии, где-то, в Тихоанском океане, где вокруг никаких соседей нет, я понимаю, может, и было бы так, понимаете, ну, здесь-то, место, ведь неспокойное, а теперь, когда началась Украинская война, надо поднимать патриотизм, надо вызывать, а другие молодые люди говорят, ага, почему, вот им не надо было идти в армию, а нас теперь уже заставляют, а почему, чем они лучше, а почему, говорит, пусть ты, есть профессиональная армия, пусть ты этим занимается, я еще могу сказать одно, вот в Шауляи, один мой знакомый попросил, вот, надо идти, там есть похороненные эти резистенты после, ну, после войны, ну, лесные братья, понимаете? Да-да-да-да, партизаны литовские. Да-да, вот партизаны, вот здесь в Шауляи, я в других городах не знаю, но я думал, я, придешь, там надо помочь, там присмотреть их похоронение, но я думаю, приду, там найду кучу молодежи, это было где-то 10 лет назад, но я пришел, я нашел несколько стариков, а самый молодой оказался я, да говорю, а как из школы, почему никто не приходит? А, говорит, они там либеральные, им не надо это. Я понял, то есть вы считаете, что проблема в этом либерализм, вы считаете, да? Да, какая-то часть, да, я вот, сыновья Ландсбергеса, Габриэль, знаете? Знаю, да. Знаете, что он элита, а знаете, что его сыновья не служили в армию и отправились учиться, высланным в Америку, да, сам Габриэль Ландсбергес, внук Виталдаса Ландсбергеса, тоже не служил в армию, а сам вот кричит, что надо быть патриотом, а он сам, собственно, живет в Англии. Если, например, элита это, если это, элита, это как, королевская семья, королевская семья, сыновья, служить в армии, в английской, это честь. Согласны? Ну да, там они служили, даже в боевых действиях участвовали, и принц Вильям, и другой принц. Да, но старший не участвовал, это только младший участвовал. Ну, младший участвовал точно. Младший, да, он был в Афганистане, да. Так вот, сыновья Габриэлю Саланцбергеса, да, это говорит, патриот этой Литвы здесь, говорит, сам он кричит, что надо готовиться защищать Литву, а своих сыновей отправил в Америку. Литва просто маленькая страна, ну, что ты скажешь, ну, я не знаю, но... Литва тут не в размере, и, как говорится, здесь, когда мир, все храбрые, это война, то это страшно. Ну, Валерий, все равно посмотрите, все вот в Европе, если возьмете, все вот страны, которые малой весовой категории, да, там Греция, Португалия, там Литва, Латвия, да, там Дания, хотя, конечно, Дания богатая страна, но вот такие вот страны, которые больше на периферии, да, и которые экономически слабые, там такие же проблемы, точно такие же проблемы. Снижение рождаемости, отток эмиграции, и экономически тоже такая ситуация нестабильная, непонятная, малые просветы, как бы для молодежи, как правило, тоже как бы, ну, все это похоже. К сожалению, к сожалению, нету, ну, как бы, ну, нету никакого такого идеального средства на это, к сожалению. Опять же, повышать этику, то есть, единственное, что в этом плане, наверное, был, Конфуций прав, что нужно повышать этичность поведения собственных граждан, и особенно власть имущих, вот, этика должна играть огромную роль. Тогда, наверное, что-то изменится, потому что, законы писанные, не писанные, но, но когда люди себя ведут по отношению друг к другу неэтично, это, это просто фундаментальная проблема, абсолютно. Я понимаю, и могут прикрываться, и могут прикрываться либерализмом, там, индивидуализмом, да, там, свободой, и все такое, но на самом деле, это просто неэтичное поведение. Ну, да, в принципе, еще либерализм может прикрываться, а не быть им на самом деле. Да. Конечно, конечно. Ну, это не важно. То есть, вы считаете, Йонас, что это проблема, а в чем проблема, по-вашему, конкретно, вот такого вот отношения молодежи? Ну, понимаете, пример всегда должна показывать элита. Ну, аристократия, да, понимаете? Например, Габриэль Усландсберг, все-таки, он себя считает литовской элитой, аристократией, можно так сказать. Ну, когда сыновья аристократии стараются избежать служения литовской армии, а он сам требует у других людей, чтобы они отправляли своих сыновей служить в армию, ну, согласитесь, неэтично. Да, вот посмотрите, даже вот если посмотрите обратно в историю, если вот мы вернемся к нашему ВКЛ, когда-то в 1362 году Альгерц, великий князь, который уже был, ну, уже был немолодой, если он женился где-то в тысячи, он уже был 40 лет, как имел две семьи, да, то есть это уже был, можно сказать, престарелый человек, возмужалый, умудренный опытом, он лично повел огромную армию на Украину и на Синей воде, лично командовал разгромом татар, лично. А когда его потомки, а когда его потомки, да, вот его, его внука Ягайлы стали только отсиживаться за стенами замков Виленского, Краковского, неважно, но сами даже нос не показали на поле боя, все, вся элита, вся элита точно так же стала себя вести, да, война, это не наше дело, деньги на войну, не, не, пусть великий князь платит, и все, и пошла, и пошла пристать в убедение. Сейчас суть в другом, а, Йонас, а как должно быть по-вашему, что нужно сделать, чтобы эту проблему решить? Ну, если элита, такой элиты не выбирает во власть, если сын зарубежных дел министра не хочет служить в армии, вот такая партия не должна проходить. Согласны? Люди должны задуматься. Немножко сын, он отдельно от отца, и тут это очень радикальная мера. Ну да, тогда отец не имеет права просить, что другие отправляли своих сыновей служить в армию. Понимаете? Я понял вашу позитиву. Валерий, здесь просто очень тонкая грань, потому что этика это, опять же, очень тонкая материя. И действительно, человек не понимает иногда, когда он уже себя ведет этично, а когда уже неэтично. И, конечно, если человек, являющийся министром, который является потом первого председателя парламента независимой Литвы, то есть действительно, наверное, себя относит к политической элите, даже, не знаю, социальной элите этого народа, нации или страны. Ну как? Ну как он будет говорить, что все должны идти в армию, а в это же время отправляя своих детей за границу подальше? Я понял. Я понял, ваш Легор тоже. Я понял вас, Йонас. Какие у вас есть еще пункты? Пятый пункт. Это тоже из четвертого выплывает, потому что думали, что войны не будут, нас защитит НАТО. А когда защитит НАТО, наша армия, вооружена плохо. Она была перед этим пять лет назад где-то десять тысяч, наверное, теперь где-то семнадцать тысяч, восемнадцать тысяч, наверное. Танков имеем, самолетов не имеем, вертолетов не имеем, несколько старых подаренных пушек имеем, не имеем ПВО, не имеем противоракетной обороны, и так стоим. И что интересно, когда вот началась война в Украине, выяснились планы, как будет НАТО защитить Литву. А выходит по этим планам НАТО бы дало занять Литву российским войскам, и потом собирало силы как-то и российские войска выбьют отсюда. Да, такой был план. Подождите, это было ясно, потому что здесь в Литве стоял батальон НАТОвских сил, батальон прикрытые. Этот батальон назывался авангардный батальон. Это батальон, который прикрывает отступающие войска. Понимаете? Понимаю. И нету войска. Это, конечно, ну, что тут говорить. Понимаете, в чем проблема? Все равно вот эта война на Украине показала, что НАТО это тяжело подъемное какое-то существо, которое на самом деле быстро реагировать абсолютно не в состоянии. Оно страдает такими же недугами политическими, как и Евросоюз в итоге. И зависит от того, насколько популярен или не популярен конкретный политик, особенно ведущих стран НАТО, США, Великобритании, Германии, вот эти вот самые крупные, самые основные игроки в НАТО, вот все зависит от того, там Франция еще, все зависит от того, как там сложится политическая обстановка, мнение общественное, будет поддержка, участие, защита там Литвы или не будет. То есть это, но тут что тут скажешь? Смотрите, вот сегодня, вот сегодня, вы слышали, что случилось сегодня? Что накрыл бомбу упала на на кафе, где было 52 человека и убило всех? Ну, это было вчера, а сегодня, сегодня Хамас напал на Израиль, выпустили две с половиной тысячи ракет в один день и прорвали границу, и вот эти стены, эти вот сооружения, был убит мэр пограничного города Израиля, были убиты, по-моему, там что-то около 200 убитых уже, да, то есть вот Хамас напал на Израиль, сегодня война началась в Израиле. Да, да, я слышал, да, я слышал, и вот представьте себе, что у Израиля по сравнению с Хамасом профессиональная, высокообученная, хорошо, отлично экипированная армия, системы ПВО, и все равно, все равно, если на вас выпускают две с половиной тысячи ракет, у вас есть она, ее нет, не имеет значения, да, имеет значение вот этот масштаб, а если посмотреть на украинскую войну, то Россия напала с какими огромнейшими силами, ну что такое 17, да даже если у Литвы была 100-тысячная армия, это не помогло бы. Пусть она небольшая, но она должна быть так вооружена, как армия Израиля. Да, на Израиль напала, но они, этот Хамас далеко не продвинулся. А если это была, конечно, это война закончится. Было это в Литве, то продвинулся, теперь вот начали, надо закупать танки, а как получается с танками? Ждать надо, пока их сделают, 5 лет, надо закупать это, опять ждать надо 4-5-7 лет. Нет, здесь абсолютно, здесь перед вот этим российским злом единственная действенная защита, это когда НАТО действительно будет высоко реагирующей, быстро реагирующей организацией, когда там будет механизм принятия быстрых решений, потому что в любом случае какие бы вооружения, какое бы количество армий не имела Литва, если Россия нападет вот в 200-тысячной, 300-тысячной группировке, какой она напала на Украину, да она просто закидает мясо, она туда запустит, у них до сих пор еще они эти вот вытаскивают танки, эти Т, не знаю, сколько там, 62, да у них очень много, это просто масштабы не сопоставимые, понимаете, ну проблема, ну молодежь и общество, все говорили, нас защитит НАТО, вы не беспокойтесь, 2% выделяем для обороны, а больше нет, хватит, а эти 2% только хватит выплатить деньги для офицеров, и поддержать только армию, а чтобы покупательного вооружения нету, теперь полпроцента добавили, и только с какими крытыми, поляки уже 4% добавляют, ну надо это, хотя иметь небольшой армию, но вооружен до зубов, как Израиль, а если не имеем плохо вооружен то лучше вообще не иметь его, тогда в том то и дело, скажу, Сметона во времена перед второй войны имел 110 истребителей, 36 танков, теперь в нашей Литве истребителей ноль, танков ноль, то есть я вот вам сейчас хочу сказать, пока Йонас ушел, вам хочу сказать, что наверное правильнее сказать, что с путинским злом, с путинизмом, а не с русским, с российским злом. Но я имею ввиду, конечно же, путинизм, конечно же. некоторые люди могут к этому выцепиться, что мы имеем ввиду не русских вообще как такового, а именно путинизм. Вы правы, но поймите, что на место Путина может прийти какой-нибудь другой раз Путина. Там проблема в менталитете, там проблема в том, что Россия никогда, к сожалению, увы, не демократизировалась. Это не федерация по принципу германской федерации, австрийской, американской. Это абсолютная просто перелицованная империя, которая где вместо князей губернаторы, вместо царя президент, вместо этих опрычников ФСБ и еще РПЦ. Они все это просто перекрашенная империя, какая она и была и ничем она не поменялась. Только вместо коммунизма в этот раз уже опять пришла вот эта триединость, вот этот имперский нарратив и все такое. Если Россия не будет в мире, то зачем нам такой мир? Я с вами согласен, я просто хотел сказать, что лучше говорить путинизм, с путинским злом, а не вот это просто я хотел сказать. Я так говорю, с вами согласен. Путинское зло, но опять же, не забывайте, что все равно в России достаточно высокий процент народа поддерживает эту войну. Они действительно верят и считают, что на Украине нацисты. Они точно так же бы верили и говорили, что мы поехали в Литву добить потомков вот этих вот лесных этих братьев, выдумали какой-нибудь еще нарратив, и тоже там придумывали бы и верили бы в это. Достаточно, что это бы пролез по телевизору Соловьев, это Боброедка, это Симоняны и все такое. И пошло и поехало. Они опять бы тоже говорили, ну вы знаете, наверное, там же тоже были русскоязычные, да, они же нас тоже дали, вот, поэтому их надо защитить. Вот. Придумали бы. Это вот пока вот это вот гнилье вот это не будет из мозгов этих россиян выбито, вот пока они не пройдут сами вот таким вот катарсисом, да, вот как вот немцы прошли, да, то я боюсь, что, знаете, это как вот была, как была эта сказка вьетнамская про дракона, да, что каждый раз туда приходил какой-то новый этот рыцарь, чтобы дракона убил, а потом он полистился богатствами и сам становился драконом. Так и здесь. И так до бесконечности. Да, потому что может быть даже Путин, когда он пришел к власти, может у него и были какие-то проблески, что он хочет Россию модернизировать, демократизировать. Если послушать его заявление, так он и Крым ему не надо был, и Украину суверенную он признавал, и храницы нерушимые, да, и мы респектовать будем Будапештские протоколы, все такое. Все это было, все это говорилось. Я вас понял. А потом постепенно из него вот что превратился он во что. То есть там какая-то вот проблема внутри самого общества, внутри их менталитета, который пока что не изменился. Он практически только перелицовка произошла. Я считаю, что менталитета как такового не существует, но я вот ошибаюсь, я не буду с вами спорить. Ну пусть называете это общественным сознанием, да, там. Я сейчас делаю в другом. Йонас, вот вы говорите, такая проблема вот с этой армией. Что по-вашему нужно делать? Как должно быть? Ну, надо выделять больше средств, чтобы вооружить армию так, как Израиль вооружает свою армию. Другого выхода нет. То есть вы хотите сделать ставку на собственные силы, то есть надеяться на союз. Не только на собственные, и на собственные, и на НАТО. Не только все надежды делать на НАТО. А НАТО придет, нас защищит, а мы здесь будем ничего не делать и спать просто. Вот. Понял вас. Возможно, вы в чем-то правы. Я бы только хотел добавить, что, скорее всего, в случае Литвы нужна именно координация между тремя вот этими балтийскими странами, потому что все равно в одиночку это неподъемная вещь. Вам нужно, Прибалтика должна создать какие-то свои, пусть в рамках НАТО, но какие-то свои общие силы, которые будут готовиться к таким потенциальным конфликтам, и три государства все-таки, когда они соединят свои финансы и соединят эти свои силы, то, наверное, это будет более, потому что по одиночке, это, знаете, это как в той притче про пруты, когда по одному прутику Россия все равно закидает шапками кого угодно с таким отношением и с таким вот, вы же видите, им, они не считаются с никакими жертвами. Абсолютно, это для них человеческая жизнь ноль, пшик, это бабы еще нарожают, вот с чем они живут. Я, Игорь, хочу сказать, вот, Йонус хочет сказать, ведь вроде сейчас уже с поляками и с Латвией и с Украиной какое-то общее подразделение формируется, но там в Украине война началась, значит, до войны это формирование, это формирование этого подразделения еще началось до войны. Ну, но вот это вот, вот это вот направление нужно развивать, потому что по одиночке, это абсолютно не имеет никакого, никакого смысла. Это всего лишь просто, знаете, я вам скажу по секрету, но это публичная тайна, что все такие разговоры, что нам надо больше инвестировать, по одиночке, пахнут распилом этих бюджетных денег. Потому что, когда создаются какие-то надгосударственные структуры, там это все-таки более прозрачно, да, там друг на друга смотрят и как бы надо большой сговор, чтобы это красть. А в одиночку будут делаться такие дела, что он как вот и в Чехии бы гремели тут скандалы, когда оказалось, что под эти транзакции на закупках подсасывались какие-то посредники непонятные, которые тут вокруг этих местных правительств откуда-то появились, и потом цена это была в три раза дороже. Черт знает что, короче. Пока вот не будет вот этого вот, понимаете, ну, в конце концов, есть ли страны, которые считают себя демократическими, открытыми обществами, то они должны эти проблемы решать все вместе, а не по одиночке. Есть коллективные договора, а есть свои собственные, тут разные вещи, не нужно путать. Своя собственная должна быть полиция, внутренний порядок, это свое собственное. А внешняя оборона, внешняя безопасность, это уже давно перестала быть национальной проблемой, это наднациональная, это региональная проблема. Ее надо решать вот именно в таком контексте. Хорошо. То есть я понял. В Евросоюзе войска Республики уже формируются. Ионас хочет сказать, что Литовской Республике нужно больше полагаться на свои собственные силы и больше инвестировать в оборону своей страны. Правильно я понимаю? Да. Все, я вас понял. Теперь было... Еще один пример могу сказать. В Шавляе живут здесь с аэродромом. И каждые шесть месяцев нас защищать прилетают другие самолеты. То французы, то англичане, то испанцы, то немцы, то поляки, то булгары, румыны с мигами. И как-то получается стыдно, что мы прибалтийские страны не можем купить себе 10 истребителей, чтобы сами могли защитить своего неба. А когда Смиртона во времена перед Второй мировой войны имел 110 истребителей, а теперь 10 не можем. и там сразу министр цену объявляет вот надо купить F-35. Не надо F-35, F-16 иметь. Ну вот просто уже стыдно, когда все нас должны приезжать, прилетать, защищать. Аэродромы есть, ангары эти самолеты с метоней все равно не помогли. Ну не помогли. Я вам скажу больше. Чехия, Чехословакия, которая в 1938 году имела первоклассную армию, миллион человек было в армии, понимаете, призывного возраста было миллион, имели по периметру с Германией целая была своя линия Мажино. Были пограничные горные крепости, доты, это было настолько, точно так же были свои воздушные силы, были танковые силы. Страна даже не выстрелила и сдалась. Это травма до сих пор. То есть, понимаете, тут совершенно сейчас это уже не имеет никакого значения. по одиночке ни одна страна не выстоит. Если какой-то конфликт вот с таким огромным соседом, один будете вы иметь самолет или десять, это никакого и уже не играет никакой роли. Я не говорю. На вас сбросят три тысячи, пять тысяч ракет, вот таких вот кинжалов каких-нибудь и все, никакие самолеты ничего не сделают. Понимаете, теперь Литва хочет, чтобы немецкая бригада приезжала здесь в лету. И пусть, и пусть. Ну, понимаете, подождите, но был опрос немцев, 90% немцев военных был опрос не хочет ехать в Литву. Понимаете? Ну, это уже другое дело, понимаете, но военные, на то военные, раз они вступили в вооруженные силы, то их дело выполнять приказы, а не вопросы им какие-то там отвечать и все такое. Это, я понимаю, если бы там общественное мнение в Германии было не очень настроено на это, другое дело. Но тут однозначно, военщина тогда не должна служить в армии. Если они не хотят выполнять приказы и заниматься защитой веренных им территорий, то, извините, это люди не по месту. Это уже эти разговоры, то есть, если мы подытожим, Йонас считает, что в Литве нужно больше полагательной собственной силы инвестировать в свою собственную армию. То есть, подготавливать людей к партизанскому движению. Правильно я понимаю? Я вот бы согласился, вот как вот и даже эта ситуация на Украине показала, что вот эти вот территориальная оборона, да, вот то есть добровольцы, фактически местное население, которые поставили под ружье, которые прошли какой-то подготовкой, они действительно могут помогать, вот действительно сдерживать, если что, вот эту агрессию, каким-то образом поддерживать какой-то порядок, да, то есть, действительно, это надо развивать, но Литва не имеет средств на то, чтобы на уровне Израиля иметь вооруженные силы. Это просто абсолютно, ну, даже, знаете, это иллюзия. Израиль... Подождите, Ригор, подождите, это уже идет, как говорится, демагогия, давайте подытожим. Почему демагогия? Это же... Подождите, Ригор, подождите, не обязательно должны быть самолеты и танки, можно подготавливать к партизанской войне, закупать оборудование, тепловизоры для партизанской войны, просто... Хорошо, все равно, да, но не в состоянии Литва сформировать полноценные вооруженные силы на уровне Израиля, просто нету на этой цели. У нас другой тут разговор. Можно, можно мне сказать? Подождите, подождите, не только денег нету, нету молодежи, потеря, первую, о которой говорю, потеря 600-500 тысяч молодежи, некому защитить, защищать, в общем проблема. Вот, пожалуйста, да, вот еще один один вопрос. Да. Вот такой генерал американский гаджес приезжал здесь в Литву, говорит, вам нужно иметь резерв 100 тысяч, а я хотел бы спросить, 100 тысяч пенсионеров можем собрать, а молодежь полмиллиона 600 тысяч нету? Пенсионные силы без травма развернута. Да, да, вот если, кстати, с Израилем сравнить, у них же там поголовная, всеобщая воинская, там даже девушки идут в армию, вот, это другой уровень совершенно, вот если Литва сможет в такой системе функционировать, тогда да, но пока что... Возрели демографическая ситуация намного лучше, знаете? Конечно, конечно, конечно. Значит, хорошо, значит, Родион считает, что надо больше вкладываться в армию, больше тренировать, призывать призывников и так далее, и так далее, то есть, наиболее надеть на свои собственные силы, чем на союзников. и, конечно, дипломатии. Не на союзников, но вы собственные силы возвевать. То есть, я вас правильно не воспоминал, да? Да. А то, до войны, до войны в Украине, все вот, такой был, такой нарратив в Литве, нас защитит НАТО, не беспокойтесь. Понял? Понял. Так, какие у вас пункты еще? И у нас есть? Нет, песня есть такая, если что, она защитит НАТО. Я не слышал, если честно. Я не слышал. Я, если честно, не слышал. Какие у вас еще пункты есть у нас? Какие у вас еще пункты есть? Теперь в другое можем переходить, хорошо? Да, в седьмое. Может, это не проблема была, но я заметил одну вещь. Межнациональные браки. Статистику я сейчас отвечу. Каждый год в Литве три раза больше женщины выходят за иностранцев, чем мужчины. Из-за этого получается диспропорция. Вот я вам статистику. 2019 года женщины выходили 2916 процентов за иностранцев, а литовцы иностранники брали только 6 процентов мужчин. Получается диспропорция. Подождите, много литовских мужчин остается одиноких. И литовцы мужчины в основном берут жены иностранки, это славянки. Если не славянские женщины, литовским мужчинам было туго. И это диспропорция очень большая. каждый год два-три раза больше литовских женщин уходят за иностранцев, чем мужчин. И вот такая уходит. Литовские мужчины это не хотят говорить, им стыдно, но такая есть реальность. Проигрывает женикам, подождите, не только богатым западноевропейцам, но и из исламских стран, индусам и даже африканцам. Но это проблема. И особо много одиноких литовских мужчин провинции. Поймите, я сам это вижу. Много одиноких мужчин. Вот такая есть проблема. Я понял вас. 2019 год женщина вышла замуж за иностранцев 16%, а мужчин только 6%. Беспропорция 10% мужчин литовских осталось без второго места. Вот например мой сосед 10 годов ему по 30 искал жену и еле-еле нашел себе жену под 50 лет. Нет литовки очень не знаю ну часть литовских женщин очень ну как сказать не патриотичны. Если выходило так 10% женщин 10% мужчин за иностранство было хорошо. Я не против этого. Но это диспропорция очень большая. Как ее решить? Литовским мужчинам это стыдно говорить, но это есть проблема. Я в провинции особо чувствуется много литовских мужчин одиноких остается. Ну без второй стороны. но понимаете вы не можете сказать кому на ком жениться. Понимаете какая ситуация? Я не говорю но это проблема есть. Может быть проблема я не спорю с вами но в наше время вы же не скажете женись на том или женись на этом. Опять же ничего нового если посмотрите даже великие князья женились на славянских женщинах. Легор смеется хорошо хорошо да такой хлопает в ладошке Легор ай-яй-яй да он дедушка Ольгерц одна жена из Витинска вторая аж из Тверы мне кажется что литовцы особенно холостые они если бы как бы давали объявления по Беларуси то все бы поженились быстро вот вы какой задумали Егор захват бабская колонизация зачем боевать а мы туда девушек красивых спустим и что будет хорошо я ее на что хочу вам сказать такая проблема тоже есть у литовских мужчин они только стыдятся говорить я вам скажу я живу в Англии сотни национальностей и здесь тоже очень много смешанных разных браков дело в том что Литва раньше была более моно такая и мы жили что там были литовские поляки и русские с РСФСР приехали а сейчас появилась открытость понимаете раньше этого не было раньше каждый жил у себя помните в советское время раньше выехать помните в советское время раньше в другой город так просто нельзя было съездить в своей республике раньше бабы не имели никакого сравнения они просто видели что рядом и все а сейчас есть выбор на рынке ну и как вам по-вашему нужно эту проблему решить если вы говорите это проблема не знаю но это диспропорция уже 30 лет продолжается я вот вам могу пример легендую семью знал они у них была цель чтобы выдать свою дочь за шведа так они нашли знакомых чтобы где-то 98 годы выслать свою дочь к Швеции она познакомилась с шведом и этот швед и когда познакомилась спросила откуда она она сказала что из Литвы и этот швед сказал fuck you так а потом они говорили у какой швед ну все-таки мы думаем что так получится и через год они говорили получилось швед ее взял жены с таким унижением понимаете литовские женщины вот некоторые выходят с таким унижением не знаю почему это так сложилось но если не славянские женщины литовским мужчинам было очень плохо вообще было много одиноких вот например у меня сосед другой есть он имеет светлану славянскую женщину еще одного знают если я говорю если славянские женщины литовским мужчинам было очень плохо туго такая есть реальность литовки не очень патриотичные некоторые они так делают один одного знакомого был индус семейный друг он имел семью так он увел у него жену он этот растерялся уехал в деревню жить вот такие вещи творится понял вас да подоехали эти вот славянские женщины и не надо никакого оружия они нас вот так и захватят раз раз детки пойдут и все ну такая реальность и я рассказал то что большинство литовских мужчин не скажет это потому что стыдно что не только западные европейские богатые женики увозят невесту но и мусульмане индусы даже африканцы увозят с подноса невест вот такая реальность это статистика показывает не я ее придумал вот такое тоже вещи я вас понял тут ничего сделать нельзя тут мы бессильны тут мы бессильны с этой проблемой и что вам посоветовать я даже не знаю ну я тоже не знаю ну давай перейдем к другой проблем если что белорусок мы сможем туда поставлять так я вас как раз против этого неужели вы не понимаете я не против а вы за как может выровняться это отношение потом она очень ну так я говорю три раза больше 10% каждый год мужчин литовских остается без жены ну ты же Валерий согласитесь это так нельзя оставлять это нельзя так оставлять это мы уже отдельно придумаем что делать какие у вас еще и у нас пункты есть восьмой другой это как знаете литовцы в основном есть католики знаете а последний раз католическая церковь переживает ну сильные сотрясения это скандалы педофилии и теперь знаете что отменили целебат католической церкви ну частично отменили знаете это что нет отменили целебат да а что такое даже не знаю ну это обед безбрачия да а чтобы все он смог жениться да да и теперь есть священник который ниже чем безбрачный священник он имеет уже имеет право иметь жену так вот но католическая церковь очень меняется но в чем проблема моральный авторитет среди литовцев понемножку падает католической церкви а другого морального авторитета ну религиозного такого сильного в Литве нету это проблема тоже но это везде такая проблема это везде такая проблема ну везде еще другое отношение такое движение рамула вы слышали рамула неоязычники неоязычники цель рамула в основном сохранить старые литовские традиции там язык все другое и она подала всем чтобы есть 9 государственных религий которые государство эти религии опекает то рамула стала десятой и первый раз когда проголосовали за вмешалась католическая церковь Литвы и конференция бископов сказала что мы против что рамула получила это право быть государственной религией ну тоже это такая некрасивая вещь я считаю что религия должна быть свободной она не юридическая ну как они повлияли на сейм и второй раз им проголосовал против испугались все таки а то есть они ее разрешают сейме только не разрешают не хотят чтобы было государственным правильно понимаешь да ну как они высказали что католический эсерф против и сейм второй раз когда голосовал за подтверждение я проголосовал против то есть им не дали статус государством поддерживаемой конфессии не понял вас а так ее можно ее никто не преследует просто не не запрещали конечно ну понимаете вот я отвечу если были вместо ромовые буддисты или индуисты так можете не сделали потому что поссориться с Далай-ламой или с Индией никто не хочет я вот один пример расскажу в Москве было кришнаиты захотели строить храм в Москве и православная церковь стала протестовать ну делать влияние на московские власти чтобы кришнаитов не разрешились строить храм свой так вот они попросили у премьера министра Индии который приехал к Путину и он все проблемы решил ну государственная помощь понимаете а у ромовы такого кто это проблемы решил нету они сказали то есть я понял вас Юнах вы хотите сказать подытожить что государство отказывается от веры своих предков ну да так выходит под давлением католической церкви ну это это такой вопрос который как бы потом получается так что если бы это признали понимаете это деликатный вопрос он как бы потом разломает всю весь исторический нарратив Литвы да не разломает никакой нарратив ну они это так воспринимают другое время ну вера и вера боже ну как бы да но тем не менее понимаете тут если считать что тогда на каких ну я не знаю понимаете ведь государство по крайней мере это тот социальный договор который существует в Литве он основан на том что Литва это демократическое государство основанное на каких на христианских ценностях да или на каких да я знаете я считаю что здесь а я бы и разрыснул это язычество получается так что тогда государство вообще не должно вмешиваться дело бы тоже второй государственной религии почему нет ну хоть сейчас уже так церковь вообще любая религия отделена на государство то есть как бы само понятие государственная религия это абсурд сегодня то есть то есть получается так что государство вообще не должно вмешиваться в этот вопрос вообще сказать Вы все общественные организации. Делайте свои дела, как хотите. Главное, чтобы в рамках закона. А я как бы не буду тут решать, кто из вас главнее. Вот и все. А я бы сам с удовольствием пошел на капище в этом ритуале поучаствовать. Не саму интересно. Что вы будете? Курицу резать? Ну не буду никому резать. Сейчас 21 век, там типа резать. Но никто по-настоящему резать уже не будет курицу. Нет, не режут, не режут, не режут. Не, конечно. Какой резать курицу еще, скажите, там корову. В Индии богиня Кали резут куру. Понял. Ну это интересный вопрос, да. Я думаю, что это будет еще обсуждаться, будет решаться. Может со временем и решится все. Я против этого ничего не имею, против физического. Если люди верят, пускай верят. Дело в том, что нет уже сегодня такого понятия государственной идеологии. То есть уже религия вынесена за пределы вот этого вот какого-то государственного... Ну, Юнас говорит, что голосовали против же, чтобы быть государственным. Ну я сам удивлен. Я, честно говоря, удивлен. Я не слышал об этом даже. Я в первую жизнь слышу. Ну, потому что, например, как бы религия поставлена на службу государства, это в России. Там РПЦ, это отдельное, это может сказать, что это министерство, министерство религии, они все чуть не государственные чиновники. И к тому же они еще осведомители ФСБ. И вон самый главный поп российский, Гундяев, это кадровый осведомитель КГБ. То есть тут... Причем это как это? Паблик секрет. Это все знают. Это уже российские проблемы. Значит, я понял. Я об этом никогда не слышал. Первая жизнь не слышал сейчас от Юнаса, что это было голосование, вообще существовало. И то есть что это отвергли, не сделали вторую государственную религию, я понял. Ну, я как бы и за, если честно. Я за... Подождите, дайте мне сказать. В Литве есть девять государственных религий. Это католичество, православие, староверство, лютеранство, ислам какой-то. Ислам, да, и тоже есть. Методисты. Методисты. И еще несколько протестантских движений. Это все протестанты, да, да, да. Да, да. Но, ну, язычники Литвы, Рома, тоже думали, что мы тоже имеем право иметь государственную помощь. И этим девять государственным религиям каждый год из бюджета государства дают какие-то суммы денег. Понимаете? Я понял. Я понял. То есть... То есть им денег захотелось. То есть, я понял. То есть, если бы язычество признали бы тоже государственной религией, просто бы в бюджетах получали бы какие-то деньги на развитие этой религии. Правильно я понимаю? Да. А какая религия не хочет пожертвований? Все правильно. Я с вами не спорю. Я с вами не спорю. Я все, я понял, в чем сырбор. Все, я понял, в чем дело. Ну, все религии хотят пожертвований. Ну, я думаю, знаете, со временем это все-таки традиция, это вот вера предков, язычество. Я думаю, что все это уладится и может быть ни одно голосование и я надеюсь, что все будет хорошо в этом деле. Так вот. Ну, Валерий, я не знал, что вы зарытый язычник. А я, я писть. Но когда я лезу на самолете и меня приходит, я вперед во всех богов. И в Теркуна, и в Перуна, и в Иисуса Христа, и в Бога Отца, и в Богу. Во всех. Так что вот. Понял вас. Очень интересно вот эта тема была, и у нас. Какие у вас еще есть пункты? Девятый пункт. Это влияние русских спецслужб в Литве. Это серьезный пункт. Я вот это объясню. Первое, это влияние, это стал, жертвой этого влияния стал президент Паксос. Такого слышали, президент. Да, я еще молодой, но я помню его. Понимаете, как это было, сколько я знаю. Паксос, ну он такой был патриот. Ну, он хотел хорошего для своей страны, народа. Но для выбора, для президентских выборов у него не было денег. Ну, для этого, чтобы провести эти выборы, там всю агитацию, другую. Компанию, да, предвыборную компанию. И нашелся такой человек. Спонсор. имеет денег и даст ему, дает ему деньги. Ну, он дал ему деньги и вышло, что этот человечек хорошенький, это представитель российских спецслужб. И когда он стал президентом, он должен приезжать и с ним встречаться, и он стал зависимым от него. Понимаете? Вот это первое. Если, наверное, не спецслужбы Америки или Англии, там, или других Европах, литовцы бы этой проблемой бы не решили. Но потом это узнали, пришлось этого президента отменить. да, вот, это первый. Второе, это как Успаских, тоже, который, ну, пропутинский, знаете, такой Успаских его... Да, я молодой был, я помню его. Как он выиграл эти выборы? Как он выиграл? Я не знаю. Как он выиграл выборы? Я не слежу за литовской политикой, я даже не в курсе, как он... Да, так вот, он перед выборами раздавал колбасу. Он имеет колбасный завод здесь, в Литве. огурцы там всякие. И он выиграл Литве выборы. Колбасой. Давай, колбасой просто. Просто давал людям голосующим эти колбасы продукты питания. Да, 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 да. И понимаете, литовцы, где-то дискуссия с гордой, что, ох, мы не попали под российскую. И опять это помогли это разгадать спецслужбы Запада. Если не спецслужбы Запада, Америки, Англии, то литовцы, наверное, тоже, как белорусы, могли попасть под влиянием России. Я так думаю. Я вот еще один пример сегодняшний привожу. теперешний мер Каунаса Матьяшайдес, знаете? Нет. Я не интересуюсь ими политиками, я не знаю, как вы знаете. Такое объясняю. Он второй раз выбран мерой. Бизнес его, Матьяшайдеса, находится в России. И когда началась война в Украине, этот мер Каунаса обещал, что он бизнес свой России оставит. Но он этого не оставил. И второй раз самый патриотичный город Каунас выбрал меру, который не только не оставил России бизнес, но и обманул народ, и его опять выбрали мером. Понимаете, какая ситуация? Понимаете, Регор? Да. Удивительно. Я даже не знал, что такие дела. Вот такие дела. Я вот у этого Сониса, который здесь спросил, а как вы думаете? Он говорит, я не могу объяснить это. А я могу объяснить. Деньги не пахнут. Он хорошо разбирал. А этот мер хорошо резв... А если вот возьмите вот такой пример. Россия выдала этому меру несколько десятков миллионов. Вот там покрасил Каунас там сделал там все ремонты в центре. просто Каунас уже можно говорить остается под властью России. Так вот, если не спецслужбы Запада, Литва бы попала под влиянием тоже России. Я говорю так, я думаю, если не спецслужбы, она бы стала тоже под влиянием России, как Молдавия, например. Да, там один человек чуть не сверх правительства. И вот Времен Сметоны, вот еще вспомнил Времен Сметоны, была советская амбассада, в Советском Союзе проходил Голодомор, а советская амбассада приглашала к себе левую интеллигенцию Литвы, это Свирка, Соломей, Аниэрис, Монтвилла и другие, их кормила киевскими котлетами. И у нас, чтобы подытожить, получается с ваших слов, что Литва пошла по этому пути, потому что западные страны были в ней заинтересованы. Спецслужбы помогали. Без помощи западных стран Литва не могла уйти от влияния России. То есть, а западные были в Литве заинтересованы. Если бы не это, то было бы как в Белоруссии то же самое, да? По-моему, так. Это, ну, я так думаю. То есть, получается, здесь не столько заслуга литовцев, сколько заслуга запада. Ну, я заслуга запада. Я понял, я не хочу никого... Они однозначно, что технически смогли помочь как бы расплести эти клубки и вот эти вот вы... Подождите, Регор, чтобы технически помочь, надо, чтобы человек хотел, чтобы ему помогли. А вот когда человек не хочет, чтобы ему помогать. Наверное, что они не... Ну, так не делай же это так вот по инициативе прямо там ФБР или кого-то. Это было, скорее всего, что запрос, помогите. Вот здесь какие-то непонятные субъекты, может у вас там есть информация о них. Нет, скорее всего, что Запад хотел Латвию, Эстонию, Литву, ему было это важно, поэтому они помогали. А Украина была неважна, они там... Ведь Украина давно хотела в НАТО вступить, а ради России не взяли ее в НАТО. Ну да, да, так там было... Потому что Россию не злить, чтобы... Макрон с Меркель, да, они тогда устроили эту чехарду, да. Вот, так что здесь я понимаю Йонасу позицию и отчасти я с ним полностью согласен. Но тут еще надо смотреть, что Россия была заинтересована в Украине намного больше, чем в Прибалтике. Я понимаю, Йонас, Регор, мы... Это очень... Тут нюансов тысячи. Йонас сказал по существу, по сути, а каждый нюанс мы тут не переговорим, у нас не хватит заряды батареи. Ну да, да. Каждый нюанс перепережевывать, каждый момент перекручивать. Вот. Я вас понял, то есть именно благодаря Западу Литве удалось стоять на этом пути. Правильно я вас понял, да, Йонас? Да. Какой у вас следующий пункт? Ну, все уже. Очень было интересный разговор, Йонас. И знаете, вот я вот насчет нарратива. Вот сейчас многие вот значит из литовцев говорят, что белорусы это вот какую-то делают нарратив, чтобы захватить Вильнюс. Я считаю, что если Россия захочет напасть на Литву, они не будут этот нарратив выдумывать. Они войдут, пообещают, что отстроят Игнолинскую станцию атомную, там найдут коллаборантов среди самих же литовцев, поставят их в власти, возможно, даже 7, 50 процентов тоже со Сталией будет. Я даже его там не сомневаюсь. Как вы считаете? Ну, нарратив все-таки нужен для какого-то, чтобы что-то сделать. Нарратив всегда есть. Я понял, вы понимаете, я знаю вашу позицию, Йонас, но, понимаете, он слишком сложный. Дело в том, что он отчасти противоречит российской, российской, российскому, самой России, самому российскому нарративу, понимаете? Вот это вы как называете литвинист. Потому что он противоречит этому триединому народу и всему этому самой России. Потому что Литва тогдашняя, ВКЛ, это был конкурент в Москве. Понимаете? Валерий, Валерий, разрешите? Я видел у вас плав, видели там какие-то отзывы таких вооруженных людей. Посмотрите это видео, которое я вам вложил. Здесь недавно вложили, здесь в группе я вам прислал. Вы мне прислали, но оно не открывается, а потом оно удалилось. Вы еще раз пришлите. Не открывается? Да, но сейчас я не буду проверять, сейчас мы на связи. Я ее открыл и дальше оно уже потом не открывало. То есть я саму картинку вижу, они стоят с автоматами в масках, но дальше не открывается. Там записано угрожение Литве. Вот проблема уже. А кто это? Это ясно, кто это сделал? Могу сказать, подождите, я могу, чтобы могли эту вещь сделать российские спецслужбы. конечно могли. Стоят люди в маске по-русски говорят, да даже белорусы по-белорусски говорят. По-литовски говорят. Вот в чем литовский. Да. Ну, это с акцентом по-литовски. А может, это не российские спецслужбы, может, это борцы с литвинизмом это сделали? Ну, я не знаю. Но вот такое пошло здесь. Вы знаете, чтобы Литву, чтобы этих белорусов оппозицию как-то причиниться. Да, вот все это створится. Так вот, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что проблемы у литвей и у литовцев есть. И так уж все хорошо. Экономически может это теперь неплохо Литва держится. Но только вот с экономической точки зрения, что проблема есть? Что вот Вильнюска у нас Клайпеда и другое остальное провинции есть очень разница в экономическом развитии. А сколько населения? В Вильню сейчас население сколько? Полмиллиона? Где-то наверное 600 тысяч уже. А в Каунасе? Где-то 300 тысяч, а в Клайпеде около 200 тысяч. Но в Вильнюсе самый лучший уровень жизни. То есть это где-то миллион, миллион, чуть больше миллиона людей приблизительно, да? Ну да, почти, почти. Половина страны, но... Ну это чуть меньше половины, да? Если 2,7, то это миллион 100, это где-то чуть меньше половины. Ну ясно. Это 40 процентов. Да. Ну может быть там и в Вильнюсе и больше людей там теперь приезжих, но да, где-то так. Конечно, да, эта поляризация нехилая. Да, большая. Например, заработок в Вильнюсе и в Шавляй может полтора, два раза различаться. только потому, что это в Вильнюсе, а это в Шавляй провинции. И потому что этот город в Шавляй пустеет. Вот есть 3-4 школы закрытые, литовские в самом городе. Вот украинцы приехали, сразу можно школу взять. Еще кто-то приедет, еще возьмут пустые школы. Недавно еще там школу закрыли, парты, все, есть. Это плохо, это плохо, конечно, когда школы закрываются, детские сады, школа, это плохой знак, конечно, это, да. Да, плохой. Я вот и говорю, что в Литве проблема есть, и этот уезд 20% где-то молодежи, он очень ударил по Литве, и теперь как ее возвратить, власти не знают. Надо заполнить кем-то другим. Самое лучшее заполнение это украинцы-белорусы, но их, наверное, не хватит. Надо еще чем-то заполнить. А если не заполнить эту яму, то через 20 лет пенсионерам некому будет платить деньги. Да, да, да. Эта проблема так не говорит, но иногда власти поднимают, иногда умолчают, но она есть, она никуда не девается. Потом, а деревня-то сплошные пенсионеры, вот делают евроремонт, школой все подготовлю, все красивая школа, через 4 года эту школу закрывают, нет учеников, и там делают клуб пенсионеров. везде школа, где деревня закрыли клубы пенсионеров, там они приходят, поют, занимаются, но они пустые, детского крика уже нету, значит, эта деревня умирает, и все. Но это говорит, что в Европе то же самое, но понимаете, ну, деревня я понимаю, в Европе в деревне, тут так в Англии живут, в деревнях, и это еще престижное жилье считается, в Европе совсем по-другому, я сам лично здесь живу столько-то лет, я объездил всю Британию, так что еще не каждый англичанин так объездил, и поэтому в Европе в деревнях очень весело, и всякие фестивали, и дети смеются, и детские сады, все, в Европе еще, ой, я говорю сейчас про Англию конкретно, про всю Европу, что я в Англии живу, я в всей Европе не был, так вот в Англии, в деревнях это еще престижно жить. Ну, вот мы сейчас были, ездили на неделю в Австрию, мы туда ездим часто, это в Зальцбургский этот край, там вот долина Гаштайн, так там, да, там три деревни, ну, деревни, вот в долине, да, и семьи, мы вот ходили, ну, там, по горам, там, в термалы, так приезжают местные, конечно, тоже пенсионеров, тоже много, но немало и местных семей, причем много детей, там по трое, по четверо, все немцы. В Англии, здесь в деревнях, я, и поля все обработаны, сельскохозяйство здесь кипит, все живет, везде школы, маленькие, средние, такие, это я могу подтвердить, и кто живет в Англии, тот мои слова подтвердит тоже. Понимаете, Валерий, в Литве настолько, столько уехало молодежи, что если даже теперь и деньги будут давать, некому просто рожать детей. В провинции некому просто рожать детей. Пенсионеры не могут рожать. Ну да. Это проблема. Пенсионеры уже отражали. И что самое грустное, это уезд такой случился из Литвы и из Латвии. Эстония такой проблемы не имеет, Польша не имеет. Вот теперь такое есть деревушка Польши, Пунска, там в основном живут литовцы. Так у них все хорошо, и детей много, и все. Потому что в Польше колхозов почти не было. Там земледелец могли иметь 20 гектаров земли. Там немножко другая обстановка. В Польше другая ситуация была. Вот эта деревня Пунска, где там 80% литовцев, она намного лучше выглядит, чем положение в самой Литве. Да, к сожалению, вот и в Чехии такая же ситуация. Тут тоже как бы деревни, ну что, есть, конечно, возле больших городов деревни оживают. Потому что там молодые приезжают, выкупают эти старые дома, там участки, строятся, потому что в городах очень дорогое жилье, поэтому многие выбирают такую дорогу, что ездят в город на работу, а живут в деревне, там в доме купленном, перестроенном, отремонтированном или построенном. Но тут такая же вот проблема в плане, что в отличие от Польши здесь коллективизация была. То есть, ну, земли забирали у фермеров и давали в кооперативы эти так называемые. А потом, когда уже пришла, обратно реформы пошли, то люди, которые эти земли как бы получили обратно в реституции, уже настолько они отвыкли от этого, что даже не вернулись на эти свои бывшие фермы и просто их обратно сдали в аренду тем же колхозом. Ну, не колхозом, а этим кооперативом. Сейчас это как бы называется, ну, тоже как кооперативы там, или они, многие были потом приватизированы, вот, но тут вот это вот аграрное, можно сказать, аграрный комплекс, то есть, тут нету мелко, мелко такого товарного, фермерских хозяйств. То есть, они есть, но это, но это не сравнить. Ну, это уже говорится, реформа фермерского хозяйства. Нет, Валериус, вы не правы, это, это, это тоже формирует, формирует как бы основу общества, потому что традиционная культура, это, это сельская, все эти города возникли постепенно, то есть, когда вот нету этого, вот, если бы, что такое деревня? Деревня, это в первую очередь фермеры. Что в Англии, чем они в деревнях занимаются? Что все айтишники в деревнях? Нет же, тоже фермерство. Я же и сказал, что все поля обработаны. Вот, вот, а тут, а тут все, тут нету этого фермерства в таком количестве, тут в основном эти, эти агрокомплексы, поэтому, и здесь такая же проблема, что тоже эти деревни вымирают, или, или, еле-еле живут, вот, как бы тоже эти, как дома престарелых, под открытым небом. Ну, правительство, вы думаете, это поможет, если будут иметь литовцы, которые вот живут в Англии, других стран, две гражданства, литовскую и эту, может они думать, может позже ими возвращаться, будут, ну, не знаю, это ли поможет, две гражданства, но у меня одно, у меня одно гражданство, литовское. Ну, у некоторых есть уже и английское, но они хотят сделать... есть и есть, но я и у меня, у жены и у дочки, которая родилась в Англии, литовское гражданство, то есть мы все, вся наша семья граждане Литвы, только одно. Ну, ты может возвратитесь когда-нибудь, или нет? Может быть, наверное, да, помирать на свою землю поедем. Ну, на пенсию. Вы возвратитесь, но ваша дочь, наверное, останется. А не знаю, знаете, кто знает, сейчас, сейчас мир... Я вот сколько заметил. Сейчас же нет границ, на самолете и ты да, может там не иметь дом, и дело свое, правильно, и бизнес, и в Вильнюсе, и в Лондоне, и правильно? Ну да, ну понимаете, когда вот в Литве молодежи так мало, ну это плохо для государства. Ну, конечно, нехорошо так, никто не говорит, что хорошо. И вот, Йонас, вы рассказали честно, вот как вы видите, вот видите ситуацию, без всяких там приукрас, без всяких там громких речей, как вот любят некоторые литовцы, все хорошо, все прекрасно, некоторые говорят. Все хорошо, прекрасная маркиза. Вы думаете, и вот подытожить, что вы, как бы вы подытожили все это? Я подытожил, и так могу. Свобода – это испытание для народа. Свобода показывает, имеет ли этот народ право на существование, или он должен расстаться с другими народами. Это, свобода отвечает на этот вопрос. Это испытание для народа. И это испытание просто. Свобода показывает, какой этот народ настоящий. Это мы увидим, свое настоящее лицо увидели. И это испытание. Если это испытание пройдет, народ, он останется, а если не пройдет, он расстанет. Но литва еще жива. Еще литва жива. Я не говорю, но тает. Тает. Понимаете, Ионас, она таяла, потому что, когда она вступила в Евросоюз, был очень большой перепад. Сейчас, я надеюсь, такого не будет. Уже этого оттока, ведь сейчас такого оттока молодежи нет? Да, совершенно верно. Нет. Но рождаемость падает очень. Некому рожать детей. Потому что карьеру сделать сначала. Нет, нет. Просто нету молодежи, кто уже мог рожать детей. Вот чем проблема. Молодежи уехала, некому рожать. Вот чем проблема. Значит, нужно какую-то программу делать социальную. Не знаю. Молодым семьям за рождение ребенка. Как возвратить в Англию, например, 200 тысяч молодежи Литвы? Ну, как ее возвратить? Никто, там пытались что-то сейма ехать в Англию, говорит, ну, что-то безуспешно, там, ничего. Теперь или завезти белорусов, украинцев, или, если этих не хватит, тогда завезти индусов, наверное. Потом и амбассаду Индии открыли. В этом году где-то, в апреле открыли. Не ради этого закрыли. Не ради этого закрыли амбассаду, а другие дела. Ну, а для кого? Индия говорила давно, у нас нету таких связей. Есть амбассадор в Польше и там можете все дела решать. То есть, вы считаете, что ради этого только амбассаду открыли, чтобы приезжать? Я так думаю, что ради этого открыли. Но что делать? Надо заполнить эту дыру. Ну, как делать? Ну, это совсем другое этно. Ну, а что делать? Ну, что, если вот со санскритом некоторые слова похожие нашли. А вы видели, как литовская амбассада в Индии все свое, где они там все свои обклеила этими словами свое учреждение? Нет, не видел. Видели? Нет, нет. Ну, вот есть в Ютубе, я найду вам, покажу это видео. А что, вот так и есть. Это испытание для народа. свобода это испытание для народа. Я так думаю. А может, вы по-другому думаете? Я с вами согласен. Это испытание, конечно, легко говорить, сделать что-то гораздо сложнее, и может, ошибок действительно было много. Я, говорить всегда легко, а сделать тяжелее. Громкие слова, они очень легко говорятся, и людям это нравится слышать, а вот, что реально сделать, это очень тяжело. Я, может, не все даже проблемы здесь собрал, но я думаю, что большинство так рассказало. Да, это самое главное. Йонас. Было, правда, очень интересно. Почему? Мы уже больше двух часов в эфире, разговор получился реально дружеский, реально вот такой настоящий, да, даже я не ожидал, сказать честно. Реально дружеский разговор, было очень приятно, Йонас. Спасибо, Егор, мы уже больше двух часов в эфире, тема была просто классная, и если бы, так что, до встречи, ребята. Ну, до свидания. Мне понравилось. До свидания. Спасибо, Йонас. Спасибо, Йонас. Спасибо, Валерий. До свидания. Пока. Доброй ночи. До свидания. До свидания.